Доброго дня! Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Подписывайтесь, кстати, на мой канал, здесь будет интересно. Сегодня вновь возвращаемся к разговору на тему секса и сексуальности, все части которого вы можете посмотреть в специальном плейлисте. Как понятно из названия видео, в центре внимания у нас неудачи в сексе и их причины. Поговорим, в частности, об импотенции и вагинизме. Прежде всего, сразу и в самом начале проясню, что сегодня мы говорим только о психологических причинах неудач в сексе. Я прекрасно знаю, что есть широчайший спектр физиологических проблематик, вызывающих такие состояния, как импотенция и вагинизм. Однако все они остаются сегодня, за рамками беседы. И посмотрев видео, вы, я надеюсь, поймете почему. Итак, в рамках нашего общего разговора о сексе я опираюсь на понимание секса как телесной практики, представляющей из себя процесс слияния. Освоение такой практики как раз и связано с развитием навыка слияния. Во время секса слияния происходят на двух уровнях. Во-первых, непосредственно физиологическом, через касание, поцелуи и непосредственное проникновение. Во-вторых, психологическом. И здесь имеется в виду взаимная поддержка, принятие и доверие партнеров друг к другу. Никто не рождается богом секса. Более того, подобная характеристика для разных людей зачастую значит совершенно разные вещи. Ввиду чего невозможно освоить секс как телесную практику вот один раз и на всю жизнь. Потому что это нужно делать фактически заново с каждым новым партнером. Потому что опыт слияния с одним человеком будет отличаться от опыта слияния с другим. Сексуальные неудачи часто имеют именно психологическую причину, а именно тревогу, что сделаешь что-то не так, что не умеешь чего-то делать, что стыдишься своего тела, не знаю там лишнего веса, шрамов, прыщей, общей какой-то формы или размера. Для многих людей тревожность, стеснительность или неопытность становятся приговором, формирующим по сути замкнутый круг вот этих самых сексуальных неудач. Это касается как мужчин, так и женщин. Сталкиваясь с подобными сложностями, люди начинают еще больше винить себя и пытаются найти решение в том, чтобы как-то себя изменить, свое поведение, свое тело, изучая какие-то там техники секса и делая много всего ненужного и даже опасного для своего здоровья. И чаще всего проблем с неудачами в сексе, вот эти все странные иногда рискованные варианты, все равно не решают. Так каково же решение? Оно естественным образом вытекает из понимания секса как телесной практики слияния. Решение проблем сексуальных неудач, таких как импотенция, эвагинизм или неспособность испытать оргазм, низкая эргостичность или даже анаргазмия в элементарной поддержке со стороны партнера. Согласно практике и опыту сексологов, лишь 10 процентов так называемого успеха в сексе зависит от человека и непосредственно его познаний и навыков в этом деле. Остальные же 90 процентов. Это как раз результат того самого принятия и поддержки со стороны партнера. Да, вот так вот все просто. Слияние это процесс основанный на расслаблении. Когда напряжен один партнер, второй тоже напрягается, как бы отвергая слияние на психологическом уровне. Однако их обоюдная задача настроиться друг на друга и войти вот в то самое состояние расслабления. Поэтому если в паре появилась проблема с сексуальной функцией одного из партнеров, то вместо критики, агрессии, насмешек или полного прекращения сексуальной активности нужна поддержка со стороны другого партнера. Вот часто непонятно, как это сделать и что для этого нужно. Вот в таком случае имеет смысл обратиться к психологу, который компетентен в сексологических вопросах. В завершении скажу, что вне зависимости от причин в сексуальных неудачах нет ничего стыдного и позорного. Ни мужчин, ни женщин такие неудачи не делают неполноценными или какими-то там изгоями. Я всегда возвращаюсь к мысли, что секс это весело, но веселье не всегда и не всем дается просто. Тревога, знаете, штука коварная и настичь в какой-то момент может вообще каждого. Секс наиболее уязвимая для человека форма близости, проблемы в которой невозможно скрыть, кредитами, одолженной машиной друга или фильтром фоток в инстаграме. Именно поэтому ключ к преодолению психологических причин сексуальных неудач кроется не только в человеке, у которого возникли проблемы, но и в партнере. Более того, сексуальные неудачи по факту это вообще проблемы двоих, а не одного. И подчеркну, конечно же, когда речь идет о психологических причинах, связанных именно с тревогой относительно навыков в сексе, стеснений своего тела и его особенностей. Помните про соотношение успеха в сексе, которое я озвучил выше, а потом, помня об этом, принимайте решение открываться партнеру с влиянием на психологическом уровне, поддерживая его или нет. Даже если секс условно-разовый, то есть вне рамок каких-то постоянных отношений, к любому человеку нужно относиться уважительно и бережно. Потому что вот каждому после встречи с вами нужно будет продолжать свою жизнь. И в ситуации сексуальной неудачи можно поддержать человека или оскорбить его. Оба этих варианта просты в исполнении, но вот какое и зачем выбрать вам, конечно же, решать только вам. И на этой ноте будем сегодняшний разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками, включая вопросы сексуальных неудач. Под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне. А я желаю вам всего наилучшего и говорю, до встречи!